Отличается ли жизнь юридического бренда от любого другого? Какие факторы необходимо учитывать при строительстве бренда на российском юридическом рынке? Меня зовут Егор Батанов, и сегодня на правах ведущего я обсуждаю эту тему вместе с Дмитрием Ульяновым. Дима, привет! Привет, Егор! Не будем скрывать от наших зрителей, что ты не просто какой-то приглашенный специалист по брендам и маркетингу. Не так давно ты помогал МСП с позиционированием на рынке. Для тебя, как для человека далекого от юристов, это был абсолютно новый опыт? Или работа с юристами ничем не отличается от работы с другими брендами? Пожалуй, опыт работы с юристами отличается от того, с чем мне больше всего приходится иметь дело. Это обычно марки широкого спроса, так называемые бренды FMCG. И конкурентная борьба зачастую представляет из себя битву маркетинговых сообщений. Ты то, что ты говоришь о себе. Когда я погрузился в юридический контекст, оказалось, что твоя репутация и твой бренд – это не то, что ты о себе говоришь. Потому что рекламы не так много и не так много сообщений выдает бренд. Это скорее то, что о тебе говорят. То есть можно сказать, что бренд в юридической сфере – это сумма дискуссий между участниками рынка, игроками, которые происходят о вашем бренде. Этот диалог вы можете модерировать, можете как-то его направлять, можете влиять на него. Но вы не владеете им, вы не контролируете ваш бренд. Ваш бренд контролируют ваши коллеги. И в этом смысле задача нетривиальная и очень интересная. Насколько тогда реальным является анализ всех этих совокупных диалогов о каком-то одном бренде? Это вполне реально. И просто существуют немного другие инструменты. Все в какой-то мере даже проще, чем с брендами FMCG. Когда мы читаем исследования, проводим качественные, количественные ресерчи, здесь нам нужно было поговорить со всеми стейкхолдерами. Мы просто слушали сплетни. Мы пообщались с вашими сотрудниками, мы пообщались отдельно с каждым из партнеров, мы пообщались с вашими конкурентами, и мы послушали ваших клиентов. И стали проявляться достаточно выпуклые образы. Оказалось, что у каждой юридической фирмы существует имидж. И этот имидж не имеет прямого отношения к тому, что эти бренды о себе заявляют, если они рекламируются, если у них есть на сайте информация о себе. То есть это подтверждает мой первоначальный тезис о том, что ты – это не то, что ты говоришь о себе, а ты – это то, что говорят о тебе другие. Вот это мы взяли за основу нашего анализа, чтобы понять на этой, так называемой, игровой площадке юридической, в этой индустрии, кто занимает какое место, кто отвечает за какую фундаментальную ценность и как вам дифференцироваться, найти свою уникальность и быть собой. То есть тебе удалось понять некие правила игры на нашем рынке и основные позиции игроков? Я надеюсь, что мне удалось понять правила игры, поскольку, как я сказал, зачастую они четко не доносятся, не артикулируются. И есть очень много высказываний в различных источниках, которые нужно систематизировать. И чтобы систематизировать вот эту сложную, достаточно хаотичную информацию, мы с вами использовали старый рекламный трюк, который основывается на теории архетипов. Архетип – это устойчивый образ, который не нужно объяснять. Каждый ребенок, не столкнувшись с актом спасения или геройства, или волшебства, он знает, кто такой волшебник, кто такой герой. И эти устоявшиеся образы передаются из поколения в поколение, в мифах, сказках, пересказываются из уст в уста, переходят и так далее. Мы выбрали 12, с помощью которых мы пытаемся систематизировать, кто есть кто на рынке. Мы посмотрели на ваших конкурентов и поняли, что они действительно ведут себя по-разному. Дима, очень интересно, кого и как ты увидел на нашем рынке? Прежде чем сказать о том, кто есть кто, могу сказать о всем рынке. И, пожалуй, для всего рынка характерно, с точки зрения имиджа игроков и общего поведения, что юридический рынок, он обладает таким немножко, знаете, как свет моё зеркальце, скажи, чертами нарциссизма и самолюбования. То есть это рынок, который говорит о себе. Я умный, я успешный. В результате немножко забывает о клиенте. Если говорить о конкретных игроках, то, например, Пепеляев групп, поскольку они продвигают интеллектуальное лидерство, пишут книги, можно сказать, что они такие мудрецы рынка, интеллектуальный авторитет. Когда говорят о компании Гольцблад, компании Лиденс, это такие купцы, люди, которые знают, как продать. Что касается компании Киап, это такие славные парни. Это ребята, которых ты хорошо знаешь, которые очень близкие, которых все любят. И, соответственно, их коммуникация тоже очень дружелюбная. И скорее напоминает не корпоративную юридическую рекламу, а какой-то журнал The Village. Они используют яркий дизайн, такую молодежную инфографичную стилистику и так далее, и так далее. О ком еще сказать? Ну, скажи, Дима, о нас. НСП героя. Архетип героя – это люди, которые умеют преодолевать себя, преодолевать трудности на пути к победе. Для которых трудности – это не остановка, а это вдохновение, это знак, что нужно идти дальше. И вот это умение преодолевать себя, горящие глаза, молодой коллектив делает из вас бренд НСП. Пожалуй, вот то самое любование, о котором я говорил раньше – это и есть главная коммуникационная ошибка на юридическом рынке. Попытка транслировать вовне свои представления о себе. Нужно очень хорошо понимать себя, свои сильные и слабые стороны, и нужно быть честным с собой. И мне кажется, в нашей работе у нас получилось найти ту самую уникальную черту, которая со временем построит бренд НСП. А есть какие-то глобальные тенденции, связанные с юридическими брендами, которые заметны и применимы на нашем рынке? Пожалуй, основная тенденция – это очеловечивание юридических брендов и вообще брендов B2B в консалтинге. Что это означает? Это означает, что юридические бренды из корпоративных превращаются в сервисные. Это выражается в том, что они выбирают очень человечную, дружелюбную тональность, необычную для корпоративных B2B брендов, и говорят с человеком, как FMCG бренды, как сервисные бренды. Они берут на вооружение правила коммуникации из брендов телекома, например. Также это выражается в том, о чем они говорят. Они говорят не о своих экспертизах зачастую, а говорят о тех преимуществах, которые получит их клиент. Нет. Пожалуй, вот это главная тенденция, которая приходит на наш рынок, которая является уже правилом игры на западных рынках, а мы с вами много посмотрели коммуникации западные в процессе работы, и приходит на наш рынок вместе с западными игроками, которые открывают здесь офисы. Они, пожалуй, являются носителями такой новой легкой человечной идеологии, тональности в мире корпоративных бренд-коммуникаций, в том числе юридических. Дима, большое тебе спасибо. Как всегда, с тобой было очень интересно поговорить и узнать что-то новое. Желаю тебе побольше ярких проектов и решений. Спасибо вам за возможность снова поговорить, и спасибо вам за очень интересный проект, который и меня многому научил. Вот так выглядит современный профессиональный подход к построению бренда на российском юридическом рынке. Если вам есть что добавить или вы с чем-то не согласны, пишите нам. Обсудим. Спасибо. Спасибо. Спасибо.